татьяна добрый вечер уже вечер я не знаю как их зовут вот но вы можете кстати придумать им у нас такая традиция в передаче что бездомным и безымянным гости придумывать и кстати можете забрать я недавно завела собаку поэтому вот все так говорят а какую собаку варняшка мы взяли из приюта это тоже приютки ну считаете что да то есть их надо пристроить они бездомные так скажем то есть вот им сейчас есть где перебиться на очень очень спокойные ласковые собаки маленький спокойный вас как вы знаете вас у вас важен трое трое не кошек заметьте до детей вот но уже помните что маленькие неспокойные ласковые младшая в школу пошла его же читаю узнал что пошла в школу тихо ты давай посмотри вот куда смотри у нас камеры повсюду поэтому вы можете любом направлении животное разворачивать еще я из большего же же знаю что с вами если вот потреблять прям вашу лексику подло поступил один канал который мы не можем называть ну нет я не могу вы можете все что угодно вы гости вот но просто что за подлость и что случилось сейчас слава богу все гораздо стало лучше в жизни потому что передачу этому ребенок который закрыли на одном канале не будем его называть вот эту передачу взяли и будут показывать на другом канале который называется disney передачи по-прежнему называется это мой ребенок только по-моему теперь она с восклицательным или вопросительным знаком но как бы мне это очень приятно не потому что я все-таки не осталась без работы а действительно в общем все к этому шло а потому что это действительно очень хорошая такая передача их сейчас очень мало которая вот ради передач детских детских с родить когда родители с детьми вот как бы когда мы видим общение родителей с детьми когда мы видим что это вообще не только возможно но и необходимо и что на детей нужно обращать внимание более того их нужно там уважать их интересы и всячески вообще до поддерживать ах ты клюшка прекрасное имя клюшка его это у меня котик сейчас придумаем тебе имя так да это передача ежедневная нет это выходной формат она будет выходить в воскресенье в час дня как раз когда все дети вместе с родителями могут провести это время а на самом деле я считаю что обязательно нужно смотреть вместе с детьми потому что очень многие родители которые приходят сниматься в эту программу летающая кошка очень многие родители действительно для себя узнают много нового про своих детей и собственно те кто смотрит эту передачу они тоже нет я очень надеюсь они тоже загорают с таким же интересом может быть чуть чуть больше к своим детям что безусловно сейчас очень важно у вас трое младший 7 старший 17 старшему 18 трене 15 что они смотрят они телевизор уже не смотрят как и я у нас телевизор посмотрит только михаил наш папа и муж и то только футбол и теннис и всякие там спортивные мероприятия вот они смотрят все что нужно уже в интернете сериалы передачи ну то есть они телевизионный продукт смотрят просто не по телевизору а с экрана компьютера ну а хорошо в телевизионный продукт какой они допустим родители они смотрят то что вы шатцем делаете они вот вы знаете это что-то прилипло они никогда этим не гордились это даже как-то было немножко обидно но они совершенно индифферентно относились самого детства что один что другая что третье в общем то к тому что мы с михаилом там где-то появляемся на экране и и даже более того когда у них вот у старших когда у них появилась возможность появляться в каких-то там местах без нас то они предпочитают это для начала делать как бы инкогнито то есть они не кричат сразу что вот там мои родители такие сяки потом уже когда это просачивается информация они конечно сдаются и говорят да а так и мне очень радостно что они в общем так спокойно а фамилии то они шатцы или шатцы половина шатцев две трети шатцев одна треть лазаревых а ну да старше вас от другого 19 числа вы едете в питер на какой-то фестиваль да я прочитал да нет вот вы даже не в курсе вот я вам сообщаю это вы не в курсе да 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 нет в рамках фестиваля какая-то благотворительная акция какого-то фонда нет я-то в курсе а то что вы не в курсе это конечно не очень хорошо с удовольствием расскажу вам 19 октября я еду в питер там будет фестиваль библиотек я не очень к этому имею большое отношение меня просто предложили поддержать это и там провести такое чтение с детьми какой-то сказки и там будет мой творческий такой час я буду отвечать на вопросы у благотворительности это имеет отношение только постольку поскольку я это делаю бесплатно обобщу а вы многое делаете бесплатно Да, многое. Нет, ну просто вы как-то проакцентировали, я сразу подумал, что вдруг все остальное как бы только за деньги, поэтому... Нет, почему? Я очень много делаю бесплатно и очень многое связано с благотворительностью в том числе. А вот никогда вы не задумывались, что, ну вот имидж у вас, девушки из КВН, девушки из ОСП-студии, ну то есть вот комедия-вумен, как сейчас принято говорить, и благотворительность, вот так они как-то не очень коррелируют. Нет? То есть вы считаете это нормальным? А вы, судя по всему, нет. Нет, я-то вообще, у меня вообще нет никакого мнения. То есть оно у меня есть, но я им слишком дорожу, чтобы делиться. Со мной. Спасибо. Хорошо. С миллионами. Поэтому я просто в Фейсбуке говорю, с кем я встречаюсь, и мне накидывают вопросы. Я их просто транслирую. Очень удобно. Очень удобно. Никакой ответственности абсолютно. Получаете за это деньги, да? Да, кстати, немало. Ну что ж, прекрасно. Тогда давайте вы мне будете читать вопросы из Фейсбука, а я на них буду отвечать. Давайте, я вам воспроизведу. Хотя у меня, в принципе, тоже есть Фейсбук, и я могла бы не тратить время, а не приходить сюда и отвечать прямо там на вопросы. Все-таки у нас-то эфир больше, чем... Вы же так же, как я, ограничены числом подписчиков. Сколько у вас? 5 тысяч. А у меня 140. А, то есть у вас на страничку. У меня, я боюсь, что больше, чем у вашей передачи, нет? А, у нас передача даже, по-моему, не... А, нет, у нас есть страничка, я просто не слежу, сколько там подписчиков. Но это хорошо тогда. Это было бы странно, если бы у нас у гостей было бы меньше подписчиков, чем у нас самих. Тогда бы это было совершенно неосмысленно. Действительно, тогда бы мы остались без ведущих. Да, тогда скажите мне, Татьяна, вот существует такой тезис, что, в принципе, не женское дело вообще смешить. И благотворительностью тоже заниматься, судя по всему. Нет, благотворительностью как раз наоборот. Я считаю, вот это уже действительно мое мнение, это серьезный просто вопрос, мы к нему вернемся. Сейчас вот просто о профессии. Вы считаете, почему так сложилось такое мнение, что женщины могут смеяться, они могут смешить, но они не могут генерировать вот смешное. То есть вот писать сценарии, допустим, смешных фильмов. И действительно, если мы посмотрим на стендап-комедии, в общем, женщин там, ну, мы про мировую отрасль говорим. И про авторов сценаристов, про тех, кто исполняет, значительно меньше, чем мужчин. Это что, это заговор сексистов? Да, это, не знаю, заговор там, кровавые гибни, сионистов. Почему так сложилось? Ну, это совершенно понятно, по-моему, вполне объяснимо, что женщинам вообще не свойственно. Им не хочется никогда быть смешной, и поэтому это очень сложно. Поэтому все те единицы, которые в этом жанре все-таки появляются, это скорее исключение из правил, конечно же. Потому что женщин, девушки, они всегда хотят быть милыми, симпатичными, чтобы над ними смеялись, конечно, никто не хочет. Поэтому здесь нужно как-то... Но это же разные вещи, когда смеются над объектами, и когда объект смешит. Ну, послушайте, всегда, когда девушка выходит на экран, ей хочется видеть себя там красивой, роскошной, стройной, обаятельной, привлекательной, а не то, чтобы над ней ржала вся страна в основном. Хотя, конечно, комедий-вумен, как вы их назвали, они действительно существуют, но правда это такое, скорее, исключение. То есть вы считаете, что это никак не связано, условно говоря, с какими-то биологическими аспектами? Что, в принципе, вы, женщины, устроены так же, как мы, мужчины, вот в этом смысле. И просто вот вы не хотите быть смешными, а мы хотим. Ну, не знаю, мужчин по-настоящему смешных тоже не так много, но, по крайней мере, они меньше этого боятся, мне кажется, и стесняются. Потому что действительно для девушки, чтобы вот органично, чтобы над ней смеялись, их всегда было мало, и в КВН, в общем, было мало таких. Было чёткое разделение на каких-то там девочек, которые просто произносили реплики и были симпатичными, да, которым давали там какие-то смешные слова. Вот, и были те, которые могли действительно произнести шутку. Ну, и, собственно, таких не так уж и много было девиц. Ну, произнести шутку и симпровизировать, и породить шутку, это ведь разные вещи. Естественно, а в КВН не было импровизации практически никогда только. В КВН не было импровизации. Ну, конечно, там только была разминка, и это была импровизация. Мне казалось, что в том, в КВН, в котором, ну, вы начинали, ну, в КВН того образца. Вы сейчас 60-е имеете в виду? Ну, нет, я имею в виду тот КВН, который, ну, там, я, условно говоря, смотрел, в котором вы начинали. Это был, на самом деле, КВН импровизация, мне казалось. Вы знаете, два было конкурса, которые были полностью импровизацией на сцене. Это был конкурс разминка, когда команды задавали друг другу вопросы. И был конкурс капитанский, тоже импровизационный, но он ушел достаточно быстро, его не было. А остальное все были, разумеется, отрепетированные подготовленные номера. Ну, а хорошо, когда вы... Многие считают, что просто и у вас, и у Михаила, супруга вашего, звездный час, это у ОСП-студии. Ну, как бы, существует такое мнение. Поверье. Да, поверье, да, такое, в народе. Разве вы не импровизировали в ходе съемок? Мы же говорим сейчас об ОСП-студии или о КВН? Про КВН я все понял уже, вы мне про КВН все объяснили, поэтому я сейчас перешел к ОСП-студии. Потому что, опять же, молва утверждала, что якобы там очень большой элемент импровизации был. Там была одна рубрика, которая называлась «10 минут в прямом эфире с...» Она была абсолютно импровизационной, конечно. Она не готовилась, человек приходил, какая-то знаменитость приходила, и мы с ней шутили с ходу, с колес. То есть это была импровизация. Но другие, все остальные рубрики были написаны заранее, отрепетированы. Там был грим, это же были пародии. Пародия – это достаточно такой сложный жанр, который должен быть готов вести, подготовленный. Это не ваш любимый жанр? Что еще вам рассказать? Ну, почему? Пародия. Какой-то жанр говорят, что он сложный. Это я сразу презумпцию допускаю от того, что он не самый любимый. Потому что то, что сложно, очень трудно любить, мне кажется. Ну, почему? Нет, не обязательно. Нет, в принципе, это жанр, к которому я не то чтобы шла сознательно, но в какие-то моменты у меня начало получаться, и получилось, что да, как-то стало получаться. Я не скажу, что это как-то там для меня было трудно. Нет, наоборот, очень даже интересно. И эти все пародии порой просто, когда ты видишь себя в зеркале в гриме, там, ты понимаешь, что ты очень похожа на Бориса Пугачеву. Что, в общем, вряд ли сейчас, еще пока можно проверить, то это действительно, это очень интересно, и как-то ты стараешься. Нет, это очень интересная была пародия. Но, конечно, когда ты пародируешь что-то такое, какую-то там глыбу. Потому что как-то потом, когда ОСП-студия уже стала, как раз благодаря тому, что стало некого пародировать, все как-то стали очень такими серыми, одинаковыми, как песок. Да, вы считаете, что у нас сейчас нет объектов для пародии, сейчас? Это ОСП-студия уже не существует, по-моему, лет 10. Нет, вы бы рассказали, что стало. Тогда я имею в виду, да. Вы знаете, мы всех уже отпародировали к тому моменту, да. И как-то стало, очень стало появляться много вот этих фабрик, какие-то стали такие артисты, достаточно не характерные. А когда у тебя нет общего какого-то такого масштабного героя, то как можно спародировать, не знаю, кошку? А вы считаете, что кошку сложно, да? Незнакомую, тем более. То есть должны быть какие-то характерные черты, которые люди знают, кроме тебя, все остальные тоже. Поэтому тогда он угадывает этот портрет. Вы знаете, вот здесь на днях беседовал с Пьером Ришаром, его почему-то огорчил этот вопрос. Я надеюсь, что он вас не огорчит. Вопрос вот какой. Не кажется ли вам, что те вещи, которые были смешными, ну, в случае с Пьером Ришаром я вспомнил там Чарли Чаплина, хотя я имел в виду вот французские, допустим, комедии, в которых он снимался, которые мы все смотрели в Советском Союзе, что сейчас они не такие смешные. А, допустим, мелодрамы смотрятся по-прежнему, они звучат актуально, и драма. А вот с чувством юмора что-то происходит, что меняется чувство юмора, как-то корректируется с каждым десятилетиями. У вас нет такого ощущения, что те вещи, над которыми мы смеялись, допустим, 20-30 лет назад, я не про сатиру говорю, не про политический контекст, а вот там про какую-то даже комедию положение, они сейчас уже не такие смешные. Вам так не кажется? Смотри, для кого, понимаете, для нас это уже становится таким объектом ностальгии, наверное, больше. Ну, ты, естественно, не будешь ржать уже там над Покровскими воротами уже в 185-й раз или там над теми же Иронией Судьбы, да, и поэтому, ну, как-то все это немножечко, конечно, утупляется. Хорошо, ну, а ваши дети Покровские ворота, они смотрят, им это кажется смешным? Вы знаете, тоже, наверное, не совсем так и не совсем то. И я не знаю, как бы сложно сказать, изменился ли юмор, стало ли это все смешнее или не смешнее, но, по крайней мере, то, что смотрят мои дети и над чем они смеются, мне зачастую тоже очень смешно, и мы с ними смеемся над одним и тем же. А что касается старых фильмов, здесь, может быть, играет роль в том, что они все-таки другой, другого темпа ритма, они как бы такие, это уже детям сейчас современным очень сложно смотреть, они должны там погрузиться. Хотя, на самом деле, они у меня очень любят необыкновенные приключения Шурика и большие гонки, мы с ними смотрели и все хохотали. Кем будут ваши дети, как вы себе? Без понятия, я, к сожалению... Вы не задумываете о том, пойдут ли они в шоу-бизнес или нет? Ну, с таким же успехом они могут пойти в архитектуру, мне кажется. Почему они должны идти в шоу-бизнес? Да, и есть до сих пор, да. А до сих пор работают и преподают? Да, папа совсем недавно ушел, но ему 80 лет уже будет скоро, а мама еще преподает. Поэтому я как-то на своем примере не могу сказать, что поддерживаю как-то династию семейную. Вот, а что касается шоу-бизнеса, и вообще даже не шоу-бизнеса, а выбора какой-то там профессии для детей, это их личное дело. И тем более, что им сейчас одной 15, другому 18, и мне кажется, в этом возрасте люди еще не в состоянии принять четкое решение, если они, конечно, не какие-то там физики, ядерщики в душе, и сразу, и все понятно, что там вот у него там что-то в голове. То есть вы в 17 лет не думали о том, чем вы будете заниматься? Вы знаете, я думала, возможно, но я поступила в пединститут, когда мне было 17 лет. Опять же, то есть вы пошли по стопам... Да, но я его не закончила, и в общем, все это было достаточно ненужно. И я совершенно уверена, что в 17-18 лет, ну, по крайней мере, мой ребенок, которого я знаю уже 18 лет, он еще пока мальчик, я имею, он достаточно инфантильный для того, чтобы сейчас пойти и сказать, все, я буду флористом, или кем там сейчас люди, да, хотят работать, они же не хотят работать учителями, врачами, там, ну, врачами еще более-менее. Они хотят быть топ-менеджерами среднего звена. Естественно, потому что они мотивированы на деньги, потому что сейчас такое время, мы живем в совершенно других условиях. Мы с вами учились там, ну, вы значительно младше, но все равно вы, кстати, тоже рождены в СССР, правильно? Когда, в общем, деньги не играют такую роль, которую они играют сейчас. Сейчас вы там за один корпоратив с супругом получаете, там, ну, я так предполагаю, столько, сколько ваши родители за год заработают вдвоем. Поэтому вот эти аспекты нельзя не учитывать тоже. Поэтому я думаю, что они не хотят быть учителями, врачами, потому что они знают про врачей, опять же, из сериалов. Ну, вот, кстати, вот этот отдельный вопрос по поводу того, что сейчас очень много детей после сериалов врачебных ринулись почему-то, думают, что это все так смешно, весело. А, то есть все-таки польза есть от этих сериалов все-таки, да? Я не уверена, что это можно назвать пользой. Ну, почему? Когда увеличивается количество желающих. Да, но потом они сталкиваются с действительностью и понимают, что это совершенно не так. Ну, мы же все сталкиваемся с действительностью, и чаще всего это бывает не так весело, как в КВН. Ну, в общем, да, но поэтому я как раз хочу, чтобы дети все-таки немножечко сначала столкнулись с этой действительностью, поняли, что им вообще больше близко, и что им нравится, и к чему они больше склонны. И потом уже как-то эту профессию подкрепляли там образованием и каким-то изучением дополнительных каких-то там смежных профессий. А насколько Вы следите за тем, как Ваши дети самообразовываются? Они ведь наверняка активны в социальных сетях, так же, как и Вы. В социальных сетях, да, вряд ли можно самообразоваться, конечно. Почему? Ну, потому что, нет, на самом деле Вы совершенно правильно задаете вопрос, за этим нужно еще следить в этом возрасте. Ну, я думаю, что за семилетнюю точно, если она уже обзавелась. Нет, 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 семилетнюю в социальных сетях еще не присутствует. Она расскажет, если где-нибудь зарегистрироваться? Она очень попросила, мы зарегистрировали ее в Инстаграме. У нее теперь есть Инстаграм. Но у нее, по-моему, три подписчика. Это я, Степа и Соня. Она что, она снимает? На iPhone? На iPhone, да, у нее iPhone. Ну, это ужасно, самый ужасный ребенок. У нас самый такой продвинутый юзер, потому что все ненужное, что дети, у них остается от старших. У нее есть iPad, вот такой вот примерно. У нее есть iPhone 4, теперь она орет, что ей нужен 5. Но это все делается не от того, конечно, что мы ее там хотим, чтобы она была в соответствии со своими сверстниками, а просто потому что ей все это переходит по наследству. Но что касается старших детей, то, в общем, мы с Мишей стараемся следить, и мы все время пытаемся как-то их мотивировать на чтение каких-то книг. И, в общем, иногда это даже мы достигаем успеха. Когда вы говорите про книгу, вы имеете прямо в виду книгу-книгу. Ну, это не важно. То есть вы считаете, что нет разницы потреблять печатное слово вот с экрана или с бумаги? Нет. Нет? Абсолютно нет. Нет, просто разные есть по этому поводу представления. Ну, боже ради, я не думаю, что это столь важная вообще проблема, которая... А какие проблемы у нас важны тогда? А мы во все можем говорить? Конечно, конечно, легко. Ну, я не знаю, честно говоря, много есть всяческих проблем. Вы же ведущий, спрашивайте. Я буду спрашивать то, о чем в Фейсбуке просят спросить. У вас завистники есть или завистницы? Не знаю. Следующий вопрос. Вы не сталкивались с таким, да? Не очень обращается. Следующий вопрос – это моего коллеги с канала «Россия-24». Я его все-таки как-то так перефразирую. А что он какой-то необычный? Необычный? Ну, он, да, наверное, необычный все-таки. Давайте я так скажу. Почему вы бываете резкой? Вот так, скажем. Я вот такой... А там что написано? Хамоватый? Да. Вы прочитали, да? Нет. Я догадываюсь. Давайте это будет последним вопросом. А что, вы считаете, люди не могут быть резкими? Или даже иногда хамоватыми? Они не бывают резкими и на ровном месте. Всегда есть причина. Почему? Потому что человечек приходит в мир, вот он, вот такой вот. То есть... Человечек. Да. Ну, они тоже человечки. Если не хотите, можете не отвечать на этот вопрос. Вы знаете, я бы лучше, если бы говорили, что это последний вопрос, если можно, все-таки бы уделила внимание вопросу благотворительности. Давайте это будет ответ. Спасибо. Да, это будет... Пусть это будет ответ. Ответ, да. Это будет не резким и не хамоватым. Попросите прощения у вашего коллеги. Да. А у нас одна минута. Очень жаль. Да. Мы недавно провели с фондом Созидания, где я являюсь попечителем, замечательную совершенно акцию. Мы показывали... Это просто очень ярко. Вы должны были наверняка в моем фейсбуке, если вы готовились посмотреть эти фотографии. Там было много всяких моих подруг, которые ходили в роскошных платьях. Это был благотворительный показ. И все это проходило вот минувшую субботу. Я просто до сих пор под впечатлением. У меня, правда, в фейсбуке много фотографий. И даже директора нашего фонда Созидания, Елену Смирнову, мать четырех детей, и пятого, они еще взяли себе недавно четырехмесячную девочку. Даже ее мы нарядили в роскошное платье от Веры Вонг. И все это мы ходили по подиуму. Там была музыка. И много народу. И мы собрали 400 тысяч рублей, что для нашего фонда очень много, которые немедленно же пошли на оплату всяких операций и необходимых больным. И малоимущим людям, которых у нас очень много в стране. Ну что ж, тогда давайте придумаем. На этой оптимистической ноте. Нет, нота будет у нас так, с которой мы начали. Вот, Кошачи. Вы можете придумать какое-нибудь имя? Это повысит капитализацию животного и поможет пристроить его. Так, господи, ты какой хороший. Ты кто такой хороший-то, Пусик? Давайте, а, это мальчик, да? У меня недавно просто появилась собака, ее зовут Ириска. Так. Она дворняга из приюта, мы ее взяли. А это пусть будет ее кошачий брат Ирис. Хорошо, а вот этот? А это вы уж сами придумываете. Все-таки готовились к передаче. Ладно, мы их будем отдавать так до порозня. Конечно. Не, не, а куда? Кто возьмет двоих котят? Никто. Я его еще у кого-нибудь пропиарю. Спасибо вам.